Всем привет, это FatFartHulk, Руно, Бург, и сегодня мы разбираем, ну наверно не поймете что, не догадаетесь даже, но я подскажу вам это Infinity. Игрушка про будущее, киберпанк, компьютеры, роботов, исламистов, вервольфов, ворсов, и систем, и хиськи. На байкера, поехали. Ну что же, Игорь сегодня, Бург, расскажет нам, посвятит нас в тайны этого крутого скирмеш варгейма, и я попытаюсь сразу у него узнать про что он, мир, про что мир Infinity. Ну собственно в Infinity на дворе у вторая половина, даже если бы сказал бы третья, четвертая четверть 22 века, это будущее, человечество таки смогло начать летать хоть куда-то, хоть недалеко, ну и как обычно поделилась на кучу государств, между которыми происходят разные эпичности и срачи. Ну и тут и инопланетяне прилетели, ну в общем массовый замес, ну не такой массовый как Вахи, конечно там не хватает. Но хватает. Но хватает. При этом интриги, политика. Политика, интриги, корпоративные войны, корпоративные интересы, все это присутствует. То, что мы любим в таких играх, как Shadowrun, недавно вышедший из Kickstarter, мультика типа Ghost in the Shell, яблочное зернышко. Вот это здесь все есть, с роботами, мехами и киберпанк наслаждением. Причем создатели игры не скрывают, что они черпают вдохновение. Да, черпают вдохновение. Как раз этот самый Ghost in the Shell, вы можете найти там миниатюры, очень похожие и правила, которые очень похожи. На майора, да? Да, да, да. Отлично. Вот. И яблочное зернышко тоже там есть, присутствует. Ну это все-таки мир-земля, да? Нет, это именно хумансфера, то есть это сфера обитания людей. Люди все-таки расселились, стеры, как она там называется, и заняли ряд планет, максимально приближен, ну где можно жить. Собственно, по государствам там все достаточно просто. Есть Панокеане, она образована в середине 21 века, странами изначально были Океании и Новой Зеландии и Австралии. Они пытались как-то противодействовать наплыву корпораций из Китая. Они объединились, потом к ним влилась туда еще Европа и Латинская Америка. Чуть-чуть Латинской Америки, но в Европа-то целиком ушло. Вот. Соответственно, их основной вклад в мир Infinity, который они, как говорится, прям вложили так, что уж не убрать, это создание Олефа, первого единственного искусственного интеллекта, который изначально им помогал в научных исследованиях, а потом сепаратировался и еще живет на Земле. Земля, по факту, под контролем Олефа. Привет Стэнли Кубрику и его одессеи. Да-да-да, что-то такое. В мире, собственно, настоящего, да, то есть 22 век, Панокеане является наиболее развитым технически, технологически из всех государств. Ну, это метка, в общем-то, я понимаю, и технологии, и демократии. Ну, демократия там постольку-поскольку, ну, она тоже... Ну, немножко утрировать. Ну, это такой классический образ, наверное, который там... Да-да-да. Европейские страны, то есть, ну, там очень сильно влияние церкви, так называемая, ну, она везде называется церковь. И здесь важно, что не только влияние идеи, но и есть такая технология в мире Infinity, называется Куб, она также отображена и в игровых реалиях. А это возможность перемещения, ну, скажем, вечной жизни. Вам помещается чип, который записывает все ваши воспоминания, ощущения, мысли, и потом, после вашей смерти... Как флешка. Да. Вставляется в нововыращенное тело. А в Панокеане вот этим самым передачей телу заведую церковь. Если вы плохо верите в Бога... Понятно. Доступ в будущее вам отрезан. Ворота в рай закрываются. Апостол Петр, он... Не, не хочу, не пущу. Да. Ну хорошо, а другие фракции есть какие-нибудь, ну, помимо классического образца полутоталитаризма, да, прикрытого демократии, наверное, мне интересно, вот Горцкая, где-то там была коробочка, вот с горцкими какими-то девахами. Это не девахи, это в основном мужики, но это ладно, не просто волосатые. Отлично. Горцы, это является одной из стран Федерации Ариадна. В 21 веке, в середине 21 века, недалеко от Земли открылась червоточина. Туда отправили дроидов, они нашли там какую-то, ну, планету, где можно вроде как жить. Был построен корабль Ариадна. Его строили Европейское космическое агентство, Российское космическое агентство и НАСА. Туда затрамбовали, собственно, каждой твари по паре. Французов, англичан, горцев, именно шотландцев в основном, видимо, потому что не жалко. А русских, ну, как русских, казаков, видимо, по той же самой причине. Ну, и американцев. Собственно, все это хозяйство прыгло в червоточину и там вышло на орбиту Ариадны. После чего был построен второй корабль. Это рассвет, который прыгнул в червоточину, червоточина закрылась и все. Подожди, но они же вылетли потом наверняка, да? Они попали в... Вот как раз рассвет попал в, так скажем, во временную аномалию. Оказался на планете Парадиза, которая была позже открыта, но на несколько, чуть ли не тысячелетий раньше, чем мы открыли эту самую планету. Там были найдены ошметки того, что там осталось. Какие-то хуманоподобные существа, они, видимо, еще успели эволюционировать, походу. А Ариадна высадила, собственно, на Ариадню после потери связи и начали там жить. У них там... Они там обнаружили очень интересную форму жизни, антиподов. Это какая-то такая полуразумная форма жизни, похожая на собак. С ними случилось две войны. Основной мы... Ну, в принципе, там ситуация повторилась ровно как в США с индейцами. Их сначала давили, потом загнали в резервацию, а потом они кончились. Но они успели покусать определенное количество женщин, которые, рожая детей, получали гибридов. У нас они, по-моему, не представлены, но... Да, я покажу. Эти гибриды, в принципе, похожи на людей до тех пор, пока им не страшно, не больно, они не в ярости. Ну, и там сексуальное возбуждение классическое. А потом именно Вервольфы банальные. Здоровенный псы, которые жрут все, что движется. Вот. И, ну, была там, как обычно, война за независимость. Все попытались отделиться друг от друга, но... Не очень. Да, казаки забили всех сапогами. Ну, и, с одной стороны, согласились на федерацию. Так вот, Каледония – это горное государство, населенное шотландцами. У них есть собственный герой, Вильям Воллес. Ну, это тот самый Вильям Воллес, ну, который... Мел Гибсон. Который Мел Гибсон. Да, который Мел Гибсон. Точнее, это программа Олефа, это дроид, который просто считает, что он Вильям Воллес. Вот это поворот! Ну, все остальные тоже считают, что он Вильям Воллес. Неплохо, интриги, вот они, подковерная борьба. Юджинг изначально был Китаем, потом Китай захалывал Японию. И появился Юджинг. Им правит китайский император, тоталитарное государство. Доходит до того, что преступникам и всем несогласным промывают мозг, выдают самое дерьмовое оружие и отправляют на фронт умирать за императора. Вот там реально умирать за императора. Оно по технологиям второе после Панакеани. Эти ребята. Олеф, Олеф, это как раз искусственный интеллект, который с Земли. Он создал кучу киборгов, дроидов. Зубные щетки. Да, зубные щетки там. И прочие. Сепектом масс. Сепектом масс, да. Да. Они, собственно, управляются им. Но у него есть, так называемые, постхумены. То есть люди, которые особо стали известны, известные ученые. Он оцифровывает их сознание и помещает как бы в себя. Там они живут и могут занимать тела. Какие-либо. Э? Вот это как раз... Нет, это Дева, это просто дроиды. Просто дроиды. Да, есть постхумены отдельная коробочка. А вот это вот кто? Это Тоха. Это новая раса, появившаяся в третьей книге второй редакции Парадиза. Это инопланетная раса, которая всю свою историю воюет с другой инопланетной расой, расой комбайнов. Комбайн-армию. И вроде как мне не совсем понятно, как они ухитряются с ними еще как-то выживать, потому что не могут они с ним ничего нормального сделать. А это? Это также один из секториалов армии комбайн. Армия комбайнов это армия трех. Как я вижу, да, тут какой-то конгломерат просто. Трех рас инопланетных под управлением своего искусственного интеллекта, которые пытаются привести их к светлому будущему. К вознесению, но по факту к светлому будущему. Это раса Мараты. Они человекоподобные, разумные, но крайне агрессивные. В общем, раса воинов. Стильно выглядит. Такая помесь шимпанзе. Краснолицый побезьян. Да. Это, собственно, Юджинг. Да. А вторая раса, которая еще не была полностью ассимилирована комбайнами, это вот как раз ши свасти. Это раса, ну их с жавами еще называют таких жав. Ну, понятно. Да, и вылупляются из яиц, как бы разум на уровне табурета. Вот это вот как раз классический вид свармы такой некой, киберсвармы. Техносвармы. Да, да. Ну, кстати, действительно довольно выглядит. Мне нравится. Ну, единственное, что это вот этот вот товарищ, это как раз первая раса, которая, он командир их, это первая раса, которую искусственный интеллект не нашел, он ее полностью ассимилировал, у них уже не осталось тел. Там, если там, ложка мозгов, а тушку из железа. Отлично. Ну, привет, масс-эффект, я гляжу. Сейчас есть три редакции уже, да? Сейчас есть две редакции. Две редакции. Третья редакция, сейчас выходит стартер, то есть, если раньше стартер был вот такая вот коробочка, просто начально набор миниатюрок для армии, то есть сейчас выходит полноценный стартер по третьей редакции. Две армии, маркеры и, самое важное, террейн. Идет в комплекте. Угу. Стоит не так дорого, можете купить в Lucky Sky. Попробуем понять, что начинается с Армии Infinity. В Армии Infinity нет фока, который вы привыкли там по разным другим варгеймам. В вашей армии должен быть лейтенант, командир армии, при смерти которого, ну, у вас появятся очень большие проблемы с дальнейшей игрой. И в дальнейшем вас ограничивают лишь два параметра, точнее даже три. Это стоимость в обычных очках, то есть стандартный формат игры, самый ходовой, 300 очков. В третьей редакции обещается 400. Второе. Это SWC, Special Weapon Cost, то есть стоимость специального вооружения. Это всевозможные пулеметы, гранатометы, мисселлаунчеры и прочая. Лабуда покупаются в том числе и за это, эти очки. Вы получаете по одному очку за каждые 50 поинтов вашей армии. И третий параметр это АВА, то есть доступность. Вы не можете взять такого типа юнита больше, ну, модели такого типа больше, чем указано его АВА. Все. Неплохо. И примерное количество моделей на столе. Какое? Все зависит исключительно от вашей армии. То есть это может быть на 300 очков там 8 моделей рыцарей, которые стоят под офига, или 25 моделей бодлонов Ариадны, которые стоят нифига. Бутовый эдишн. Да. Губчинный эдишн. Отлично. Понятно. Хорошо. Что можно посоветовать новичкам? С чего можно собрать армию? Наилучший вариант для новичка, для того, чтобы прочувствовать систему, понять нужно или не нужно это для вас, является покупка стартерной секториальной армии, которая вам больше всего нравится по бэку, минкам. Прежде всего правила все равно не знаете, поэтому смотрим глазами. Это вот подобие вот такой коробки или вот той коробки последний, да. И до кубка, в принципе, этим уже можно играть. На 150 очков там примерно плюс-минус собираться. И плюс до кубка блистера, либо коробочки, самой ходовой легкой пехоты, которая есть. Ну, например, для горцов будет неплохим вариантом вот такой вот, 45-й полк. Или что-то такое, то есть 1-2 блистера просто с миниатюрами. И коробочка. Да, или коробочка. И коробочка. Ну, в общем, удобно. Я вижу, не очень дорого и вполне доступно, чтобы все быстро. Ну, конечно же, 20-тигранные кубики, система все-таки D20, рулетка. Ну, о системе мы расскажем во второй части нашего выпуска про Infinity. Он будет очень скоро. Ждите. Надеюсь, вам понравилось наше вступление.